Музыка Если можно о чем-то говорить, если достойно о чем-то говорить, наверное, о Боге. Я бы хотел сегодня остановиться также на важном для меня моменте, о моменте гарантии. Мы живем в век, где люди все страхуют, где страшно, где не доверяют, где хочется иметь гарантии. Начиная с дома, с семьи, где мы рождаемся, мы верим папе и маме. И, наверное, нет большей травмы, это предательство, когда родители бросают детей. Я не думаю, что есть большее преступление, когда мужчина может променять или женщина своих детей на любовь, так называемую, к другому человеку. Это очень жестоко. Я где-то читал или мне кто-то рассказывал, просто этих историй масса за последние 20 лет, даже больше. Кто-то рассказывал, девушка молодая рассказывала о том, что она помнит этот день в своей жизни, она его никогда не сможет забыть. Она шла со своим отцом по городу, светило солнце. Была суббота, выходной день, она не была в школе, ей было там 7-8 лет. Она шла по городу, папа держал ее за руку, купил ей порцию мороженого, они шли. Она говорит, я была так счастлива. И вдруг у нас на пути к нам подошел незнакомый мужчина и поздоровался с моим отцом, оказался приятелем давним и спросил у моего отца, «Твоя дочь?» И вдруг отец сконфузился как-то, посмотрел в сторону и сказал, «Нет, не моя». Причины были не ясны, почему и с чем это было связано и что за этим стояло. Но она говорит, в тот день для меня все умерло, для меня мир перестал быть цветным, что-то оборвалось в душе и до сих пор оно не может быть восстановлено. Я знаю таких людей, скоро мы запишем еще одну жуткую, страшную историю, одной Татьяны, она живет в Атланте, но мы пишем эти истории, потому что Бог восстанавливает людей, не потому что это ужасы, трагедии, предательства, а потому что Бог, как отец, восстанавливает людей. У этой молодой женщины Тани, которая живет сейчас в Атланте, в Джорджии, Атланта, у нее, страшно сказать, здесь детей нет, мама убила четырех детей из шестерых. Она одна выжила, ее старший брат выжил, что-то случилось с матерью психически, что-то произошло, это было давно в ее детстве. Но удивительно, как Бог восстановил этого человека и так далее, это будет записана целая передача, что Бог может делать в жизни людей. Но я говорю сейчас о гарантиях. Я говорю о том, насколько важно иметь внутреннюю уверенность, что Бог не такой, как люди, что люди бывают неверными. Я знаком с одной молодой женщиной, которая сидела однажды у меня за столом в офисе и рассказала такую историю, я хочу ее рассказать. Она уверовала в 17 лет в Иисуса, чистая душа, прибежала в церковь, Бог ее простил, она была рождена свыше, она выходит замуж за молодого человека, который был успешный, процветающий проповедник в этой церкви. И через три месяца, это начало 90-х, его приглашают в Соединенные Штаты, голова идет кругом, у него большой успех. И он на месяц едет туда, якобы учиться там, посетить ряд американских церквей. И через месяц, после очень скудной переписки со своей женой молодой, он пишет ей большое письмо, в котором сознается, что он гомосексуалист. Он больше домой не вернется. И это был такой удар, что девушка слегла, она оказалась в больнице, у нее было очень сильное истощение организма. Если бы это не история, не человек, который сидел у меня за столом, я бы просто не мог поверить в такие ужасы, в такой исход некоторых трагедий. И потом закрадывается подозрение вообще ко всем людям, закрадывается подозрение ко всем мужчинам. Короче, травма. Травма настолько огромная. Вот когда ты душу открываешь, настежь, да? Я когда-то писал своей жене, потому что мы сидели с ней за столом, я смотрел ей в глаза. У меня ни одной еще мысли не было о том, что она будет моей женой. Но я смотрел ей в глаза, и я увидел в этих глазах печаль о детях. Дети, это был церебральный паралич, это были дети-инвалиды. И мы сидели просто за столом, и она говорила, как вот помочь этим детям, что мы можем сделать больше. Мы в то время, мне было 20, мы загружали контейнеры, привозили их в Россию. Сами. Нас никто об этом не просил. Мы сами зарабатывали деньги. Мы горели внутри. Горели просто к этим людям любовью. Что умели, то делали. Умели мало. Я удивляюсь до сих пор, как оно все так было. И когда я просто смотрел ей в глаза, у меня родились такие строки уже чуть позже, когда я уже сделал ей предложение, родились такие строки. Спасибо за сердце, открытое настежь. Спасибо за веру в безверие век. Ты с неба на землю упала на счастье, горячей звездою в холодный мой снег. Спасибо за сердце, открытое настежь. Спасибо за веру в безверие век, что путник нашел свой ночлег. И мне кажется, что вера в наш век очень важна. Потому, когда мы приходим к Богу, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Я не знаю, как у вас, но у меня закрадывались сомнения, подозрения и страхи. На что я могу опереться? На сколько велики гарантии того, что я вообще дойду? Дойду до Царствия Небесного. Вообще, есть ли такие гарантии? Или их нет? И, зная себя, как слабого человека, с огромными искушениями вокруг, я задавал этот вопрос сам своей душе. Каковы гарантии того, что Бог, начавший во мне свое доброе дело, совершить его до конца? Мне не столь важно начало, мне важен конец, мне важен финал, мне важно дойти, добежать. Как кто-то сказал, не можешь идти, ползи. Не можешь ползти. Хотя бы смотри в ту сторону Царствия Небесного, но ожидай оттуда избавления. Бог видит наше сердце. Я эти вопросы задавал. Я об этом думал. И некоторые ответы в разумление от Бога пришли в мою жизнь, они стали огромным утешением для меня. Я хочу этими мыслями поделиться, потому что мы церковь, мы вчера говорили утром о том, что мы обручены. Это уже огромная гарантия. Но, знаете, есть как бы теория, есть опыт, а есть теория, есть пережитое, есть какое-то внутреннее свидетельство. И мне бы хотелось поговорить и снова, и снова опереться на тексты Священного Писания и показать, насколько Бог будет бороться за тебя до конца. Он настолько много в тебя инвестировал, что Он не сдается. Вообще этого нет в Его природе сдаваться. И первое, что я понял, что все начинается и все лежит в основе избрания. Мы избраны Богом. Он избрал нас во Христе. Нет ничего, нет никаких наших заслуг, нет никаких особенностей, которые могли бы послужить предпосылкой, почему Бог избрал Александра. Нет никаких совершенно предпосылок к тому, чтобы Бог одного избрал, а другого не избрал. Есть только Божья любовь, и Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И я понял, что статус сына, когда я являюсь Детем Божьим через рождение, духовное рождение от Бога, я обретаю статус. Я с сыном становлюсь не через поведение, а через природу. Не мои усилия и не мое поведение делает меня сыном, а статус через рождение от Бога. Дети бывают разными. Вы сами знаете, вырастите детей, вы сами были детьми. Дети бывают разными. Есть дети, за которых не стыдно, ты гордишься ими. У нас в Штатах принято наклейки на машины клеить. Я горжусь своим ребенком. Он лучший студент колледжа, месяца, года. А есть дети, за которых стыдно. есть дети инвалиды, есть дети умственно отсталые, есть разные дети. Но они дети. А не наши дети. Потому я пришел к заключению, что моя жизнь, мое поведение, мои подъемы и провалы, и спады могут быть разными, но мой статус остается вечным. Бог родил меня от Духа Святого. Я очень в этом укоренен, я очень в этом утешаюсь. Есть блудные сыновья, известная притча из Евангелия Луки, забрал имение отцовское, пошел в другую страну, и, грубо говоря, простите меня, плевало на своего отца. Жил в свое удовольствие, а отец ничего не может сделать со своим сердцем. Ничего, как говорится, сердцу не прикажешь. А он, как писал известный поэт Николай Шалатовский о своей матери, биографию в известном стихотворении «Молитва о матери», он писал, что когда эта старуха уже, мать его, старая женщина, уже не могла смотреть в окно, слегла, то попросила хоть кровать придвинуть к окну. И все равно ждала. И ты ничего не можешь сделать с любовью. Ее просто невозможно уничтожить. Она никогда не перестает. И Христос рассказывает об этом отцовском сердце, что Он ждал Сына. Не написано, как праздновал этот день возвращения блудный Сын, но написано, как вел себя Отец, как Он бежал Ему навстречу, как Он Его целовал, как Он закатил огромный пир. Я просто удивляюсь сердца Отца Небесного. Сколько ран бы не причинил Сын, сколько бы позора не причинил Сын, какой бы гордости Сын не хлопнул дверью и не ушел. Я удивляюсь с Отца Небесного. Я удивляюсь, потому у меня, если и есть вера, то вера никак не в себя и не в свое доброе поведение. У меня есть вера в любовь Отца Небесного, который просто любит нас, потому что мы Его дети. Конечно же, конечно же, есть моменты, когда нас очень выбивает. Конечно же, наша натура, наша природа, она спорит с тем, о чем я сейчас говорю. Конечно же, мы на земле привыкли добиваться уважения, признания, даже любви. Мы привыкли любить любящих нас. Так устроен мир. Есть как бы чаша весов. Мы все взвешиваем, насколько много выгоды в том, чтобы даже жить вместе. Люди женятся, выходят замуж, а потом как бы у них возникают вопросы, а стоит ли мне терпеть его, а стоит ли мне терпеть ее. И таким образом мы взвешиваем добро, которое получаем, и добро, которое отдаем, любовь, которую получаем, и любовь, которую отдаем. Мы как бы прицениваемся, да, мы как бы смотрим, сколько она стоит, да, там, 40 рублей или 80 рублей, да, и мы как бы прицениваемся. Наверное, стоит того. И мы обмениваем какой-то денежный эквивалент, мы обмениваем, а потом смотрим, да, все-таки удачно я купил, да, все-таки удачно я вышла замуж, все-таки я удачно женился. И Христос говорит, так все люди в мире делают, так язычники делают, они любят любящих. Жена говорит мне, слушай, как-то стыдно, эти люди уже нас два раза приглашали в гости, уже нам бы их пора пригласить. То есть мы как бы выравниваем чашу весов, мы тогда уверенно себе чувствуем, мы никому ничего не должны, мы смелые, у нас много дерзновения, но настоящая любовь не такая. И Христос говорит о Божьей любви, Он говорит, а Бог посылает должноправедных и неправедных, Он добр к неблагодарным и злым. Как Он добр к злым? Как Он к злым добр? А потому что Он добр по природе. Вы слышали о таких людях, когда о них говорят, Он просто добрый по натуре, просто добрый человек, добрая душа или щедрый человек. И когда я размышляю о любви Божией, я не могу не восхищаться. У меня такое чувство, что это одностороннее движение. Кто бы на его пути не встретился, что бы ему не сделали, его просто невозможно победить. Потому что он любит. И не люди определяют Божьи отношения к ним. Его природа определяет, как он относится к людям. Потому неблагодарные, злые, бессовестные, предатели, они не могут поменять его сущности. Бог есть любовь. И этим все сказано. Теперь мы подходим к этому Богу и как кто-то очень хорошо заметил и выразил это так. Человек не может сделать что-то столь ужасное, чтобы после этого Бог стал любить его меньше. И человек не может сделать что-то столь прекрасное и возвышенное, чтобы Бог после этого стал любить его больше. Потому что Бог говорит, я любовью вечную возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение. Вот мы подходим к такой любви. А в жизни случаются разные потрясения. И мы настолько слабы, что после этого у нас нет дерзновения. Мы как бы скатываемся вниз, потому что никакого достоинства не осталось, никакого дерзновения нет ни в молитве. А если мы только чего-то достигли, мы горды сразу. И мы уже с Богом на «ты» переходим. И сразу же как будто Бог и обязан по-другому с нами разговаривать. Но ни первое, ни второе не есть повод так себя вести перед Богом. Мне нравится, когда этот диалог состоялся между Христом и Петром. Христос посмотрел на своих учеников за несколько часов до предательства и сказал, в эту ночь вы все обо мне соблазнитесь. Такой удар-то еще по мужской чести. Как бы, ну как? Вот Христос бы пришел в этот зал и сказал, сегодня до вечера вы все до одного меня оставите. Это было бы просто недоумением, мы бы просто сказали, как это может быть, как это возможно. И потому люди, ученики, которые провели с ним годы вместе, плечо о плечо, да, они говорили, ну не может так быть. Петр сказал, Господи, если все от Тебя откажутся, я не откажусь. Я, по крайней мере, за себя. За себя уверен. Христос смотрит в его самоуверенные глаза и говорит ему, прежде, чем пропоет петух, ты три раза откажешься, что знаешь меня. У меня такое чувство, что если бы Петр снова продолжал говорить, не откажусь, давай поспорим, то Иисус бы ему сказал, шесть раз откажешься, десять раз откажешься. Ты будешь падать и разбиваться до тех пор, пока ты поймешь, что ты слабый, пока ты поймешь, что ты человек. Но я молился о Тебе. Я молился, чтобы вера Твоя не оскудела. Вера в мою любовь, вера в мое прощение, вера в мое огромное сердце, вера в то, что я Тебя восстановлю. Я молился о Тебе, чтобы Твоей веры не в себя, а в меня хватило. Как бы ты низко не падал, как бы ты больно не разбивался, как бы тебя не унизил враг в лице служанки, женщины. И он был с ним. И панический, холодный страх сковывает сердце. И человек говорит, вы перепутали. Я его первый раз вижу в глаза. Вы что, зачем вы такую напраснень на меня возводите? Я его совершенно не знаю. Такое глубочайшее падение, такие сети страха. А Христос молился. И когда Он уже воскрес из мертвых, Иисус после всех Своих страданий, Он явился некоторым людям, женщинам, и сказал, скажите учникам, что Я вас всех опережаю, Я вас предваряю, Я вас буду ждать. Не вы же меня ждете. Вы разбились. А Я вас буду ждать в Галилее. Да, кстати, скажите Петру, что Я его тоже жду. Знаете, я как бы там присутствую, если бы я был Петром, я бы подошел к этим женщинам и сказал, Он так и сказал. Вот Он прямо так и сказал. Назвал мое имя и прямо ему сказал, что и Петру скажите. Я представляю, что творилось в этом сердце. Я представляю, что Он не мог после этого вообще совладать своими эмоциями. Он так сказал. Скажите Петру, что Он ждет. Меня лично позвал. Я представляю, какой это огромный переворот. То есть эти перевороты важны, чтобы мы уповали не на себя, чтобы наше ничего нас не ставило в такую позицию, чтобы якобы Бог должен был воздать. Написано. Павел пишет. Мы ничего такого не можем сделать, чтобы Бога обязать поставить в такую, простите, позу, в такое положение, что Он теперь должен что-то нам. Бог не приемлет такого формата отношений. Просто не приемлет. Потому что мы падаем, разбиваемся. И особенно больно наблюдать за людьми, которые не могут подняться, которые слабые, которые знают, что они на дне, что они недостойны. Я однажды молился ночью, и мне пришел такой образ. Дух Святой вложил в мое сердце такой образ о таких людях, потому что их очень много в моей жизни, и я сам проходил такое время, когда ты не можешь встать, когда у тебя нет сил. И в моем сердце Дух Святой нарисовал такой образ. Он просто сказал, представь себе, что ты здоровый, физический человек, получаешь производственную травму. И у тебя просто отрывает по локоть руку. И ты приходишь домой, и сейчас у твоей жены выбор остаться с тобой таким инвалидом на всю жизнь. Или из-за этой инвалидности, потому что это уже непоправимая травма, или из-за этой инвалидности просто тебя бросить. Она за такого тебя замуж не выходила. Ты был другим, здоровым, чистым, красивым. И сейчас ты изменился. Но это ты, тот же самый ты. И теперь она должна решить для себя. Она из-за этого, именно из-за этого тебя оставит, или она тебя примет таким. Потому что ты такой теперь. Я был настолько сражен, я был настолько потрясен тем, как Бог мне показал и сказал, я тебя люблю во всякое время. Что бы ни происходило в твоей жизни, я своего отношения к тебе не поменяю никогда. Мне это было очень важно. Мне было это очень нужно. Я понял, что самый большой удар в духовном мире приходится именно по вере. Именно в область доверия. Мы как бы ставим предел где-то границу, что Бог это еще может терпеть. Этого Он уже не будет терпеть. И я хочу сказать, что важен наш статус. Разные периоды бывают, как я уже сказал, и подростковые, капризы, и заявить о собственной самостоятельности, и предательство бывает отца, и матери, всякое бывает. Как у одной многодетной женщины спросили, кого из девятерых детей она любит больше всего, и она вдруг сказала, да кость у этого, и заплакала женщина. Ушел из дома, хлопнул дверью, где он сейчас живет. Все дети, как дети, все со мной, все дома, все послушны. Вот она, любовь. Она совершенно иррациональна, в ней совершенно нет логики. Она совершенно необъяснима. Казалось бы, мам, ты обижаешь всех послушных, лучших твоих детей, сказав, что ты любишь того, который тебя обозвал, хлопнул дверью. Как это вообще понять, как это объяснить? Удивительно и то, что Бог не всех наказывает, Он только бьет сыновей. Удивительно, 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 что если мы не терпим наказания, то современный русский перевод говорит, то мы незаконные дети. То есть, нам нет дела до чужих детей. Они нас и не радуют, и не стыдят, и не позорят, и боли нам не причиняют. Они просто чужие, не наши. И, как сказал один монах, мне понравилось, он сказал, обратная сторона любви это не ненависть, обратная сторона любви это безразличие. Так вот, когда я читаю историю, я вижу, что в Боге нет безразличия к своему народу. Он их бил от темени головы до подошвы ног. Он с такой болью, душераздирающей, говорит, вас уже не в что бить, вы все в язвах. Я уже вас и в плен, над вами издеваются, вы уже прячетесь в скалах, в ущельях, выколачиваете эту пшеницу, они поедают, и Бог с такой скорбью говорит, я вас помилую, я вас прощу, я вас опять приму. Там в Езекииле такие душераздирающие сцены, да, я нашел тебя в крови, ты никому не была нужна, я поднял тебя, я взрастил тебя, я одел тебя в такую красивую одежду, ты достигла своего царского величия, я ходил вокруг тебя, я радовался тебе, но ты променяла меня, ты променяла меня на любовников, ты предала меня, ты пошла по рукам, ты отказалась от меня, ты отреклась, но Бог говорит, в конце этой главы, 16-й из Езекииля, я перечитывал множество раз, моя душа просто таяла как воск, Бог говорит, знаешь, что я сделаю? Я тебя помилую, я тебя так помилую, что ты рта не сможешь открыть больше, я просто все тебе прощу, вопреки всему, что ты сделала против меня, я тебя прощу, у тебя рот не откроется, ничего сказать больше обо мне, и, конечно же, мы понимаем, что мы на земле, и нам нужны какие-то дисциплинарные меры, нам нужны методы, всякие рычаги воспитания, но покоряет нас любовь, я воспитан любовью, я не знаю, все, что Бог делал с моей жизнью, это покорял мое сердце любовью, и я вижу, что самое страшное, чего мы боимся, это отверженности, самое страшное для человека, это отверженность, rejection, когда мы боимся, что Бог меня отвергнет, это большая ложь, большая ложь, что Бог может отвергнуть человека, человек может от Бога уйти, потому что спасение это не мышеловка, человек может уйти от Бога, но Бог меня удивляет тем, что он никогда не оставлял свой народ, никогда, я не вижу этого истории, даже когда народ был наказан, даже когда 40 лет они ходили по пустыне, неся свое наказание, это был тюремный срок заключения, полностью бессмысленно умирали люди, от 20 лет и старше, они просто должны были умереть, это было их наказание такое, Бог все равно с ними ходил, кормил, одевал, учил, как отец учит сына своего, это была полная забота во всех смыслах этого слова, он их не бросал, он их не оставил, он был с ними, и интересно, я хочу вам показать книгу Второзакония, седьмую главу, пожалуйста, посмотрите со мной, книга Второзакония, седьмая глава, она очень многое объясняет, эта глава, есть, конечно же, вот это, вот это чувство преимущества, как бы, избранности, и оно ощущается даже у евреев, их, ну, как бы, отношение к другим народам, оно присутствует, вот стоит понаблюдать, я пять раз был в Израиле, я хочу сказать, что все равно мы такие люди, что мы сразу же гордимся, как бы, мы особенные, у нас есть какие-то преимущества, и Павел говорит, есть ли преимущество быть иудеем, да, есть, великое преимущество перед другими людьми имеется в виду, и Слово Божие им верено, и от них Христос, и от них Отцы, и Патриархи, все от них, апостолы от них, все от них, и, конечно же, вот это чувство избранности, вот этого первородства перед другими, оно присуще людям, и люди гордятся, полагая, что они чем-то особенны, почему Бог на них презрел, и мне очень нравится этот текст, в книге Второзакония, в седьмой главе, он многое объясняет, это с шестого по восьмой стихи, ты, это Бог обращается к своему народу евреям, к израильскому народу, смотрите, ты народ святой у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле, не потому, я осторожно прочитаю, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой и освободил тебя из рабства. Три основных причины, которые гарантируют, что Бог будет с этим народом. Первое, ты избран, тебя избрал Господь. Никаких твоих признаков, особенностей, достомнечательностей нет. Может, ты думаешь, ты сильнее, ты умнее, ты благороднее, ты чище, не знаю, ты образованный, ну не знаю, ну что, так хочется в себе отыскать какую-то изюминку и понять, а все-таки Бог посмотрел на меня. Нет, неправда. Он разбивает эту теорию и утверждает, первое, я просто тебя избрал, чтобы ты был моим собственным народом. Раз. Номер два, по какой причине? Потому что я тебя люблю. Вообще, любовь, об этом можно отдельно разговаривать. Это такой феномен, это такое просто потрясение, я бы сказал, что встречаясь с любовью, мы ее не можем ни объяснить, ни понять. Вот когда я читаю «Песни песней», и там описываются взаимоотношения большой любви между Суламитой и ее женихом, она его прославляет. Она говорит, что он лучше десяти тысяч других. Она описывает его, она видит в нем все это, а потом она говорит «Я отперла дверь мою, а его нет, а он ушел. Он стучался ко мне, и он ушел. И она бежит по улицам, она встречает ночные стражи, ее устанавливают другие девушки, молодые, говорят, «Нет, слушай, чем он лучше десяти тысяч? Чего ты за ним убиваешься? Чего ты так унижаешься вообще? Посмотри на себя, на тебе лица нет. Ну, бросил тебя, да и бросил. Другие за тобой ходят, не унижайся так. А она ничего сделать с собой не может. Она говорит «Стражи ночные избили меня, надругались надо мной, все смеются на мной, я как дура бегаю за ним. Простите, да? Я не знаю, что со мной происходит». Она говорит «Если вдруг». Она заклинает всех, кого встречает. Послушайте, «Если вдруг вы его встретите, если ты его встретишь, если вдруг такое случится, просто скажи ему одно «Я умираю от любви, я изнемогаю от любви, мне плохо от любви». И я вдруг прихожу к выводу, что любовь это не когда тебя любит, любовь это когда ты любишь. Потому у меня есть целая проповедь, она называется «Любовь, которая страдает». В любви много страданий. Я однажды держал на руках свою дочь, ей было около шести или восьми месяцев, и моя жена это подтвердит, это не пафос какой-то, а я ее всегда просыпался ночью к ней и к сыну, а больше к дочери. для меня это просто удовольствие. Два часа ночи, три часа ночи, это такое счастье. Днем я занят, я, конечно же, меньше с ней, но ночью. И я носил ее на руках, и она спала, и я не знаю, но это, я вообще считаю, в детях самая огромная сила, вложенная Богом. Это возможность, которая есть у Бога, изменить наши сердца от наших детей, через наших детей, через эту детскую любовь, через эту детскую чистоту. Я носил ее на руках, и вдруг меня осенило. Я взял эту Библию, это было больше десяти лет назад, эта Библия, я просто записал здесь, она так и осталась у меня записанным, я положил ее в кроватку, я здесь записал, меня может любить весь мир, и при этом я буду одинок. Но если я люблю хоть одного человека, этого уже достаточно для счастья. Любовь – это потребность в отдаче. Любовь – это когда ты кого-то любишь, и ты не ждешь ничего взамен. Конечно же, это счастье, когда моя дочь подбегает и меня целует без всякой причины, без всякого повода. Конечно же, это огромное счастье, но счастье – то, что ты любишь. Счастье – то, что ты любишь. А когда ты любишь, тебе эти же дети, они боль причиняют, когда они непослушны, когда они капризничают, когда они зло потребляют твоей любовью, твоей добротой, ты все равно простишь. Все равно простишь. Конечно же, простишь. И всегда будешь прощать, и всегда будешь ждать, и ты будешь страдать, и твое сердце будет рваться, и у тебя нет выбора. Так это человеческая любовь. А что говорить о Божьей любви? Так мама рождает, терпит муки, скорбь женщина рождает, а Бог? А Бог вообще пришел к заключению, что Он всегда скорбит. Я вот пришел к заключению, что Бог, Он всегда скорбит о человеке. Скорбь сопровождает его сердце. Мы Ему столько страданий причиняем Богу. Я не говорю даже о физических страданиях, которые понес Иисус. Я говорю о страданиях в сердце. Сколько мы причиняем его страданий только потому, что Он нас любит. Когда я читаю, как он поднимается, это как кратер, как вулкан, в нем гнев просыпается, ревность просыпается, в нем столько боли. Из-за кого? Из-за нас. Подумаешь, люди, они могут разбудить этот вселенский океан? Люди? Да. Я пришел к заключению. Да. Да. Ребенок. Я не забуду никогда, мне надо было отснять видеофрагмент такой, когда моя дочка качается на качеле. Приехали люди с камерами, все договорено, выставили все оборудование. Я говорю, Вика, садись, пожалуйста, на качеле, мне нужно 4 секунды, ну, 10 секунд, чтобы ты несколько раз прокачалась на качеле. Уперлась не буду. Я уже и так, и так, Вика, ну, пожалуйста, доченька, ну, это же так просто, я тебя сам качать буду. Но. И вы знаете, ты думаешь, такая маленькая, а заводит. Прямо заводит, реально. И ты чувствуешь, что тебя начинает разбирать. И ты вдруг понимаешь, что тебе все равно, что сказал Обама, или Путин, или Порошенко, тебя-то не заводит, что теракт в Багдаде был. Тебя заводит 11-летняя девочка, потому что она не хочет сесть на качелю. И я вдруг понял, что Бог, когда смотрит на нас, его сердце просто неравнодушно, когда мы так себя ведем. И этим объясняется его и гнев, и взыскание, и наказание, и все прочее. Но мы сегодня говорим, что при этом всем он нас не оставляет, он нас не бросает. И Моисей сказал ему, если ты с нами не пойдешь, даже нас не выводи. Бог хотел ангела послать. Как бы ангел такой, как бы посредник, такой бампер такой, да, чтобы все, что люди там говорят, все, как они капризничают, чтобы был какой-то посредник, смягчающий фактор какой-то, да. Но Моисей говорит, нет, нет, если ты с нами сам не пойдешь, даже не начинай этого всего, мы не идем, я не берусь за это дело. Вроде бы Бог и наказывает, ревнует, Бог говорит, я буду в стане, потом он говорит, поставь скинию за станом, я буду за станом, эти люди оскорбляют меня, я буду за станом, кто захочет меня искать, пусть выходят сами, пусть идут туда, в скинию, пусть ищут меня. Вот так складываются отношения между Богом и людьми. И между тем, между тем, он никогда не оставляет людей, никогда не покидает людей. Я хочу остановиться на одной потрясающей истории, которая записана в Ветхом Завете и посмотреть более углубленно, это первая книга царств, начнем с четвертой главы, посмотрим на эту необычную историю, которая произошла с Израилем. Люди обижали Бога, священники, сыновья, Илья, вели себя непристойно, люди переставали ходить в храм, но это частая история в израильском народе, она так и в нашей жизни, то подъемы, то остыл, то позволяешь себе много и безнаказанности, как бы так вот течешь по жизни. Короче, у них случается война, война с филистимлянами, когда войны, когда нас давят, когда наступают на пятки, мы, конечно же, к Богу, а куда? И случилась война с филистимлянами и филистимляне разбили стан еврейский. Люди испугались, прибежали в город и говорят третий стих, сказали старейшины Израилевы, возьмем себе из селома ковчег завета Господня, он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Ну, такое не практиковалось, такого не делали, никогда, это в редких случаях, несколько раз в истории такое было, что доставали ковчег из скинии. Ковчег это святыня великая, потому что Бог, он везде сущий, он наполняет всю землю, но в случае с Израилем, он себя локализовал, и он как бы географически сузил место своего пребывания и определил адрес, место своего нахождения. Он сказал, я буду в скинии, и не просто в скинии, я буду над крышкой ковчега, вот там, где ангелы соприкасаются крыльями своими, сделаны эти два херувима, да, я вот там буду обитать. И люди говорят, давайте мы возьмем ковчег, Бога возьмем, который обитает над крышкой ковчега, давай возьмем его в бой, в битву, в первые ряды его поставим, нам гарантирована победа. И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах, и при ковчеге завета Божия были два сына священника Илья, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицания и сказали, а чего такие громкие восклицания встания евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл встан. И устрашились филистимляне и сказали, Бог тот пришел к ним встан. И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога, это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь, будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть рабами у евреев, как они сейчас у вас в рабощении. Будьте мужественны, сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в свой шатер. И было поражение такое великое, что пало израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят. И два сына Ильевы, Офни и Финиез, умерли. Я не хочу читать, я хочу беречь ваше время. Я хочу просто поведать, возможно, останавливаться в некоторых моментах, что произошло. Произошла на самом деле трагедия огромная, как я сказал, такого не практиковалось. Это было редким явлением, чтобы ковчег покидал Скинию. Бог всегда был в среде народа. Он всегда был с людьми. И здесь враги забрали ковчег. Ильи, священник, сидел на своем месте и ждал результатов этой битвы. В то время не было ни интернета, ни телефонов. Прибегает человек, вестник, с поля битвы и сердце священника Илья трепетало за ковчег Божий. Там и сыновья его были, там люди его были, родственники его были, но ковчег Божий, это Божье присутствие в стане. Без Бога мы все, без Бога мы никуда. И сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда тот человек прибежал и объявил в городе, весь народ восстенал, все плакали, и он сказал этому священнику Илью, что ковчег Божий взят, тот упал со своего седалища, сломал себе хребет и умер. Он был уже очень стар, и невестка Илья, у нее начались родовые схватки, это была очень такая тяжелая сцена, паника, истерика, крик стоял в городе, в народе, в основном по поводу ковчега. Здесь четыре раза употребляется это, что люди кричали от ужаса ковчег, Божий забрали враги. И эта женщина, которая стала внезапно рожать младенцем, она тоже кричала в родах, умирала и кричала, что бесславие, я назову сына родившего бесславие, отошла слава от Израиля, потому что ковчег Божий взят, и это были ее последние слова, и она умерла при родах, последними словами ее были взят ковчег Божий, отошла слава от Израиля, то есть это был самый настоящий ужас. Можно терпеть побои, можно терпеть унижения, можно пережить любое время, но когда Бог уже больше не встанет, ни в твоем доме, ни в твоей семье, это я не представляю большего страха остаться одному. И вот эта картина, а теперь интересно наблюдать, как развиваются дальше события. Израиль вот такой разбитый весь, внутренне пораженный, дух сраженный, да, а филистимляне у них просто крышу срылает от того, что произошло. Они не знают, что с этим ковчегом делать. Они его приносят куда? В самое-самое святое святых свое, к Богу своему. У них свой Бог, они язычники, у них догон, их Бог. И они приносят теперь ковчег завета в капище, к догону, поставили рядом. Вообще языческая ментальность и очень легко понять. Чем больше Богов, тем лучше. На всякий случай, на все случаи жизни нужны Боги. И еще один Бог, да вы что, да еще какой, это ж вообще пополнить коллекцию Богов, это вообще восторг. И они этого Бога принесли, поставили в капище догона, у них был пир, праздник. Встают утром, догон лежит лицом, ну, лицом не назовешь это, да, не знаешь как и назвать, на земле. Они его подняли, поставили, на следующее утро снова лежит, только уже руки и ноги отломаны, он полностью разбит. У них начинается тревога, что делать с этим ковчегом завета, что делать с этим Богом, и они его начинают дарить друг другу, то в один город, то в другой, и так четыре города, они такой вот гифт делали, подарок, и какой бы город они его не приносили, там начиналась такая паника, потому что Бог поражал людей мучительными наростами на теле, гнойными ранами, очень сильными, и люди так вопияли, так кричали, что заберите этот ковчег, куда-то дарите кому-то, но они не хотели избавиться от этого Бога, это очень дорогой подарок, это присутствие Бога еврейского теперь у нас, у филистимлян, и в итоге, после того, как четвертый город уже Аскалон воззапил, и они позвали всех своих гуру духовных, всех лидеров своих духовных, и сказали, помогите нам разобраться, что нам делать с этим ковчегом Божьим, как нам его, так сказали, научите, как нам отпустить его в свое место, что нам делать, ну эти, как говорится, почесали затылки, говорят, слушай, а может это совпадение, что вот так все оно происходит, давай мы проведем такой эксперимент, и они предложили очень необычный эксперимент, они сказали так, возьмите две молодые коровы, телецы, которые только родили телят, запрягите их в телегу, поставьте ковчег на эту телегу, и отпустите их, этих коров, а телят удержите дома, и если эти коровы пойдут к пределам своим в сторону Израиля, сами, не гоните их, не тащите их туда, если они сами пойдут туда, то тогда это не совпадение, просто ковчег должен вернуться в свое место, в стан, то есть почему они предложили такой эксперимент, потому что корова, она не может оставить свою теленку, она рвется к своему ребенку, так можно выразиться, да, и когда они запрягли этих коров, то мы читаем, что эти коровы шли прямо на дорогу к городу Вевсамису, в сторону Израиля, шли и мычали, то есть они рвались сердцами, их инстинкт животный, материнский, тянул их назад, но какая-то сила неведомая заставляла их идти вопреки их животному инстинкту, и они шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево, и все эти владетели филистинские, все это знать следовало за ними до пределов Вевсамисы, наблюдали эту сцену, надо же, ковчег возвращается домой, он возвращается в стан, и он вернулся в стан, еще 20 лет он простоял в доме некоего Аминодава, люди продолжали грешить, ходили далеко от Бога, но я удивляюсь одному, что Господь никогда не покидал этот стан, никогда не покидал этих людей, вот этого не было никогда, люди могли оставлять Бога, люди могли уходить, но когда они искали Бога всем сердцем, Он давал им найти себя, почему я об этом говорю, потому что мы нуждаемся в определенных гарантиях, чтобы успокоиться внутренне и довериться Богу, и я хочу предложить вам в заключение четыре текста из Нового Завета, которые на мой взгляд ну просто изумительны, они выступают огромной гарантией для меня, как для верующего человека, что Господь меня сохранит для вечной жизни, для меня это важно. Откройте второе послание к Коринфянам, два текста и два текста с послания к Ефесинам, я хочу показать вам и немножко объяснить эти тексты, потому что они приводят меня в восхищение. Послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, пятая глава, четвертый и пятый стихи. Мы, находясь в этой хижине, он имеет ввиду наше тело, наше земное обитание, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но хотим облечься, то есть одеться, чтобы смертное наше, слабое, поглощено было жизнью. Еще раз, чего мы хотим? Чего мы хотим как люди? Мы хотим, чтобы жизнь Божья, чтобы вечное Божье Царство поглотило все наши немощи, все наши страсти, мы слабые, мы от этого воздыхаем, нам тяжело. Мы хотим, чтобы пришло Царствие Божье, чтобы наступило вечное будущее, к которому мы стремимся, вот об этом воздыхают наши души и наш дух. И дальше, сразу дальше, апостол Павел говорит, на это самое и создал нас Бог и дал нам залог духа. На что Он нас создал? Для этого вечного, чистого, победоносного, Божьего, нового тела, новой жизни, вечной жизни, на это мы созданы. Для этого мы предназначены. И дальше, ну, Он понимает, что мы в теле, мы воздыхаем, мы слабые, мы не справляемся, у нас нету сил. А душа рвется к тому, для чего мы вообще созданы были, почему мы в мир вообще пришли. И вот мы как бы разрываемся между теми, кто мы есть и между тем замыслом, для которого мы вообще пришли в мир и для чего мы созданы. И Он дальше говорит, Бог дал нам залог духа. Отметьте слово залог. Бог что-то сделал удивительное, сам сделал, не спрашивая у нас ничего. Он просто что-то сделал с нами. Он дал нам залог духа. Я не буду объяснять сейчас, прежде чем мы прочитаем все тексты Писания, и потом я возьму несколько минут и мы подойдем к молитве. Тоже второе послание Коринфянам, посмотрите, первую главу, 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Точно та же мысль Бог, который нас утверждает во Христе, укореняет во Христе, чтобы мы не колебались, не были слабыми. Он что-то сделал, Он опечатал нас, как свое собственное имущество. Он везде поставил штампы, на всех своих. Он просто опечатал. Больше никто не может забрать эту собственность. Она опечатана Духом Святым и она и Бог дал залог Духа в сердца наши. Послание к Ефесиным. Я не приступаю ничего объяснять. Послание к Ефесиным. Посмотрите, те же две мысли. Первая глава, 13 стих. В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши Слово истины, благоествования вашего спасения и уверовавши в Христа запечатлены обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. То есть, когда вы услышали Слово о Христе и вы уверовали в эту благую, добрую весть, что-то произошло в духовном мире, что-то произошло с вашими сердцами, что-то Бог сделал суверенно Сам, что Он сделал? Опечатал вас, как свою собственность, и дал залог Духа, который есть залог наследия нашего. И четвертая глава этого же послания, 30 стих. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В день, когда Бог вас искупил, Он запечатал вас Духом Святым. Это не все тексты Писания, еще есть немало достаточно, которые говорят, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваших Духа Сына Своего, вопиющего уже вас, Ава, Отче. То есть, что происходит, люди дорогие, что происходит вообще? Что происходит в момент, когда человек принимает Христа, открывает свое сердце? Бог в качестве залога дает Духа. То есть, что такое залог? Ну, раньше это было больше принято и сейчас. То есть, брались просто ценные вещи. Достоевского много я почему-то читал в преступлении наказания, там, Раскольников приходит, это бедные студенты, они постоянно нуждаются в деньгах, и когда они занимают деньги, а деньги занятые надо вернуть, то они что-то оставляли под заклад, они что-то закладывали ценное. Они приносили какую-то вещь, которая их обязывала из шкуры вылезти, но вернуться и вернуть деньги. То есть, это был гарант, это была гарантия, что я вернусь, потому что то, что я оставляю, во много раз ценнее той суммы, которую я занимаю, это просто обяжет меня, вынудит меня, у меня просто нет вариантов вернуться за свои вещи. Это может быть семейная какая-то реликвия, какая-то ценность династическая, просто дорогая близкая вещь. Отсюда от слова залог и заложник. Заложник. Берут в заложники кого-то. Вчера мы читали о том, что Рувим, первенец Иакова, сказал, если я не верну Вениамина, я тебе разрешаю убить моих двоих сыновей. Я их просто оставляю в заложниках, грубо говоря. Они заложники. я вернусь. И когда мы говорим о том, что Бог, чтобы гарантировать нам свое возвращение за нами, что Он вернется. Он так хотел, чтобы вы, дорогие люди, братья, сестры, мужчины, женщины, молодые, пожилые, чтобы в нас не было страха, чтобы в нас не было колебаний. Он ничего взамен от нас не брал, Он ничего нам вернуть не должен. Он сам хочет вернуться. Поэтому в качестве залога Он не просто что-то ценное отдал из своего вечного города, не просто отдал ангелов, которые ему дороги. Я однажды в Писании увидел, что ангелы очень дороги ему, что Он с ангелами разделяет много чего, что Он с ангелами будет приходить со святыми ангелами, будет исповедовать перед отцом и перед ангелами. Он не просто ангелов дал в заложники, что я вернусь, Он Духа Святого, Святого Духа послал в сердца наши. И произошло такое слияние, произошло такое соединение, произошло то, что Павел выразил словами, соединяющийся с Господом становится один Дух с Господом. Произошло то, что этот Дух ходатайствует за нас, вместо нас, воздыханиями, неизреченными и испытывающие сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Дух просит по воле Божией Отца. и этот Дух живет в наших сердцах, не просто в наших домах или машинах, или Он живет прямо в нашем сердце. Я не знаю, как вы, но я точно знаю, что Господь этим говорил, я пойду. Ваши сердца опечалились, да, что я сказал, что я ухожу. Конечно, опечалились, но я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого, и вы не будете сиротами, Он будет с вами, Он наставит вас всему, Он научит вас на всякую истину, Он вам напомнит слова, которые я говорил, Он вам будущее возвестит, и Он будет говорить в унисон с вашими сердцами, вы будете говорить одно, вы будете двигаться в одном ритме, и Дух и Невеста будут говорить приди, Дух будет звать приди, Иисус, гряди, Господи, и Невеста, она будет в одном ритме, в одном ритме звать приди, приди желанный, приди желанный жених, приди, забери меня, забери меня, дай мне услышать голос твой, забери меня, это будет глубокое, внутреннее, страстное желание, которое произведет в нас Дух Святой, и в один момент Он явится, Он явится на облаках, эта встреча будет не на вокзале, не в аэропорту, она будет на облаках, это не выдумка, это не вымысел, это праздник, это брак, Агнса, это самые центральные события всей истории человеческой цивилизации, ради этого был создан мир, ради этого ты пришел в этот мир, на это самое создал нас Бог, ради этого ты проходил очень много разных моментов, из-за этого ты сегодня в этом зале, из-за этого все боли, потрясения, из-за этого кто-то когда-то встретился на твоем пути, сказал тебе об Иисусе, что-то произошло в твоем сердце, увидь эту огромную, большую картину, что Бог наблюдал за всеми твоими путями, за всеми твоими стезями, потому что в огромном Божьем замысле ты должен быть в этой картине, для тебя приготовлено место за столом, оно не должно остаться пустым, оно не будет пустым, оно просто не будет пустым, потому что все начинается с избрания, тебя избрал Бог. Было время, когда мне было очень страшно, я читал разные учения, общался с разными людьми, я понимал, что праведник едва спасается, как же я спасусь, но пришло время, когда я просто сказал, Господь, ты послал Духа Святого в мое сердце, и Дух Святой совершит это спасение до конца, начавший во мне свое доброе дело, Он совершит его до конца, Он меня доведет, я Ему верю больше, чем себе, я верю, что это залог, и Он сегодня на земле, и я вместе с Ним жду и взываю, чтобы пришел Иисус, чтобы наступило Его вечное царство. Сегодня я проснулся в пять часов утра, и я сел читать, и читал почему-то книгу Откровения, да, и там эти чаши гнева, как они будут вылиты на землю, на солнце, на воду, как превратится море в кровь, реки превратятся в кровь, как люди будут кусать языки свои от страданий, они будут хулить Бога, во власти которого были все эти язвы. Солнце будет сжечь их, откроются нарывы, гнойные раны на телах людей, они будут знать, что Бог наказывает их, великую блудницу в Вавилон, и нас там не будет, нас среди этих людей не будет, мы будем жить на новом небе, на новой земле. Этим заканчивается книга Откровений, я хотел бы прочитать в заключение эти несколько удивительных слов из последней книги, из последней главы. Посмотрите, какие удивительные описания. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот, это скиния Бога с людьми, Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот, творю все новое. И вот, что я хотел прочитать. Девятый стих. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену и двенадцать ворот, на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, и с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мною, имел золотую трость, измерил город, стену измерил. И дальше в восемнадцатом стихе написано, что стена построена из ясписа. Город был чистым золота, подобное чистому стеклу. Он описывает, с каких камней сделано основание этого города. Двадцать первый стих, двенадцать ворот. Это двенадцать цельных жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель храм его и Агнец. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, цари земные принесет в него славу и честь свою, ворота его не будут закрываться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто предан мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Давайте поднимемся на ног, пожалуйста. Я верю, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Я верю, что Бог избрал тебя и меня для себя просто из своей любви, просто потому, что Он не может по-другому, потому, что Бог есть любовь. Перед этим Богом преклоняется моя душа, мое сердце. Эта любовь пленила мои помыслы, мои размышления. Эта любовь покорила, покорила меня от юности, от отрочества, покорила меня. В самые лучшие, в самые счастливые дни моей жизни, в самые прекрасные дни моей жизни мои устремления были к Богу. Я помню даже в 6 часов утра, когда я проснулся в день своей свадьбы, я думал о Нем, я просил Его прийти, это было почти больше 18 лет назад, но я просил Иисус, Ты только приди в этот день, Ты только положи свои руки на нас, все земное проходит, но Ты только иди со мной по жизни, как Ты вел меня. Моя душа привязалась к Нему, просто прикипела, просто это стало одно цельное, не слиянное, что-то удивительное, которое может сделать только Дух Святой. Я бы хотел, чтобы наши сердца были сегодня открыты, чтобы в нас не было страха, чтобы мы позволили Духу Святому соединить наши сердца вместе с Ним, потому что Бог вернется, Господь вернется, и наша встреча будет на облаках. Я бы хотел, чтобы наши души, они были настолько легкими, настолько развязанными, не плененными никакими страстями, непрощением, обидами, всякой ложью, чтобы мы были как воздушные шарики, которые рвутся туда, и стоит развязать эту ниточку, и он улетит. Я бы так хотел об этом помолиться, чтобы твоя душа была настолько легкой, чтобы она просто мечтала и ждала этого нового времени, если тебя что-то и держит на этой земле, чтобы это было только тело твое, и только время, в которое Бог тебя поместил, и миссия, которую ты должен выполнить на земле, но чтобы душа, да, душа твоя, потому что ты и есть душа живая, чтобы душа принадлежала тому миру, горнему, чтобы мы об этом помышляли, чтобы туда были наши устремления, потому что на земле бывают разные периоды, но чтобы душа, она рвалась к своему жениху, к своему возлюбленному, чтобы мы ему писали стихи, мне так понравилось, что церковь, эта поместная, издала сборник стихов, чтобы душа ему пела песни, чтобы душа ему выражала свою любовь, и Господь будет все это собирать в чашу, ему это так приятно, я вам скажу, я не знаю, что я мог дать вам в эти дни конференции, но я вам не обманываю, я получил здесь так много, я так много взял для себя, я так много вглядываюсь в ваши лица, вы пришли к Богу, вы практически верующие люди в первом поколении, большинство из вас, я смотрю и понимаю, что те, которые были последними, становятся первыми, что эти люди сегодня пишут песни, что эти люди сегодня прославляют Бога, что эти люди сегодня чтут Бога, я хочу учиться у этих людей искренности, у вас, чистоте, простоте, детской это легкости, я хочу учиться у вас, я хочу не очерстветь своей душой, я ненавижу религию, она связала людей, она загнала людей в колею, в религии нет Бога, Бог это личность, и Бог хочет разговаривать с тобой лично, на ты, ты его ребенок, он не хочет никаких посредников, он послал в сердце твоего Духа Святого, и ты ему дорог, и он хочет с тобой, только с тобой иметь личные отношения, мы не стадо просто людей, которых куда-то гонят, мы люди, мы личности, мы знаем голос своего пастыря, каждый, мы не идем за чужим, потому что не знаем чужого голоса, и он знает каждую свою овцу по имени, и зовет по имени, мы для него не стадо, мы для него люди, личности, он знает все тонкости, особенности, через что ты проходишь, все знает, я не бросаю слов сейчас просто так, я говорю тебе о Духа Святого сейчас, он знает все тонкости, он знает состав наш, он знает из чего ты составлен, он знает мысли твои наперед, он знает нутро твое, нет еще слова на языке твоем, он знает его совершенно, он издалека знает мысли твои, он знает все о тебе, от него не надо прятаться, от него некуда бежать, от него можно бежать только во тьму, во мрак. Я хочу, чтобы мы шли к Нему, только к Нему, навстречу этому свету, навстречу этой любви, чтобы мы шли к Нему. Давай все закроем глаза и просто поблагодарим Его за это славное, великое спасение, которое Ему стоило жизни, которое Ему стоило всего, которое Ему стоило всего, всего стоило. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он был, как агнец, предстригущим Его, безгласен, и Он не отверзал уст Своих, от уз и суда Он был взят, и род Его кто изъяснит. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Он сделался проклятием вместо нас, ибо написано проклят всякий, повешенный на дереве. Он взял на Себя наши проклятия, ибо Ветхий Завет говорит, если в ком-то найдется преступление достойной смерти, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. Иисус сделался проклятием вместо нас, чтобы благословение Авраамова распространилось и на нас, чтобы мы стали наследниками этого великого и славного обетования. Мы, язычники, с нашими корнями языческими, с нашими дикими корнями, с нашими генами языческими, с нашими божествами, которые по Руси до сих пор бродят, мы сегодня вошли в семью. Мы, которые когда-то были далеко, стали близкими кровью Иисуса Христа, и Он разрушил стоящую между нами преграду, Он упразднил вражду плотью, Он сделал в себе самом одного нового человека, устрояя мир, Он примирил нас с Богом, Он сделался умилостивлением за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Он посредник, Он стал между Богом судьей, и мы приступили к суде всех Богу, и к ходатаю нового завета, Иисусу, и крови, крапления, говорящие лучше, нежели кровь Авелева. Мы предошли к этому кресту, мы предошли к Голгофе Твоей, Иисус, и мы с этого креста черпаем вечную жизнь, и мы протягиваем к этому кресту свои руки, и мы веруем своей спустя две тысячи лет, но мы принимаем от этого креста прощение, и мы веруем наше, Господь, идем по жизни, мы доверяемся Тебе, что Ты нас доведешь. Иисус, я молюсь о каждом человеке, кто может быть слаб в своей душе, и вера его слабая, и его терзают сомнения, и его сбивают люди, и его сбивают, особенно в колледжах, очень много атеистических программ, очень много людей, которые сбивают студентов, молодых людей. Господи, я прошу Тебя, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Господи, я прошу Тебя, чтобы эта печать Святого Духа, она прямо сейчас была ощутима на наших сердцах, на наших душах, чтобы мы ее почувствовали, эту огненную печать, этот штамп, когда Ты опечатываешь нас, как свою собственность. Аллилуйя, Аллилуйя, я принадлежу Тебе, Аллилуйя, я Твоя собственность, Аллилуйя, меня никто никогда не похитит из руки Твоей, Аллилуйя, нет такой силы, которая может разжать Твою руку и вырвать меня у Тебя. Господи, я Тебе доверяю, доверяю свою душу, доверяю свою судьбу, я доверяю Тебе своих детей, я не буду бояться, я не буду жить в страхе, я буду верить, я буду верить до конца, я буду верить, я буду верить, я не буду обижать Тебя неверием, я буду Тебе верить, я выбираю верить Тебе всегда, во всякое время, во время дня и ночи, во время любых обстоятельств, я буду Тебе верить, я буду верить и вверяю в руки Твои, не только свою судьбу, но эту страну, эти города, эти бескрайние просторы, они в Твоих руках, Ты подставляешь царей, Ты их снимаешь, Ты силен смирять, ходящий гордо, Ты был Богом, Ты есть Бог, Ты останешься Богом, Ты будешь говорить последнее слово для этой земли, Ты будешь судить эту землю, Ты будешь продолжать шествовать в этой земле и спасать еще многих людей, я верю, Иисус, что Твоя Евангелие зайдет в самые отдаленные уголочки земного шара, оно проникнет в самые отдаленные кольцы и всякая душа, которая откроет свое сердце, для этой доброй вести она будет спасена и она будет запечатлена Духом Святым и она будет крещена в Духе Святом и она Духом Святым будет крещена в одно тело. Иисус, я верю, я допускаю эту мысль, что мы то поколение, которое будет Тебя встречать, я допускаю эту мысль. Но если не так, мы хотим прожить свою жизнь достойно Евангелия, достойно, достойно Тебя, Иисус. Я благословляю всех этих людей, чтобы мы жили достойно благовествования, чтобы мы знали, чьи мы дети, кого мы представляем. В наших домах прежде всего, что видят дети в нас, что видят мужья, жены в нас. Господи, мы представляем себя совести всякого человека. Мы хотим жить чисто во свете и благословлять Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты всегда с нами был, Ты всегда с нами будешь и Ты соблюдешь нас для вечной жизни. Да возвеличится имя Твое в великом Твое спасение для славы Твоей, нашей всеобщей радости и большого праздника, большого пира, который грядет во имя Иисуса Христа. Все вместе скажем Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok